Привет дорогие друзья! Сегодня издевалась я над шоколадным велюром как могла. Не могу сказать, что получился супер идеальный результат, но на этом сердечке было использовано уже несколько вариантов, поэтому оно уже не такое, как должно было бы получиться. Давайте по порядку. Это сердечко у меня не очень сложное, я просто его сделаю для того, чтобы показать вам несколько вариантов и несколько экспериментов, собственно, с шоколадным велюром. Здесь у меня мусс на сливках с добавлением персикового пюре, здесь у меня на 350 грамм сливок добавила 100 грамм перетертого пюре персиков и 10 грамм замоченного в 60 миллилитрах воды желатина. В общем, такой был мусс. И был у меня еще здесь тыквенный бисквит. И это все отправила я в морозилку. Дальше потом начались мои эксперименты. В морозилке торт должен был полностью замерзнуть. Для начала я начала воевать именно с нормальным таким шоколадным велюром. То есть делала я его из какао-масла и шоколада белого. Растопила я по отдельности какао-масла, растопила я отдельно шоколад, соединила их вместе. Соединяются они неплохо, все нормально. Но решила я пробовать. В принципе, краскопульт это у нас что? Это у нас пульверизатор. Думаю, попробую я с вот такими вот пульверизаторами. У меня их было три штуки разных. Они были и разного диаметра, разного сопло, разной дырочки. Но скажу, получилось, простите, фигня. Здесь вы видите, тот распылитель, который распыляет воду очень красиво, то есть хорошо, не может так распылять какао-продукты. Я психанула, вылила уже наверх все оставшееся какао. И вот такая вот сетка у меня получилась. Отправила я торт опять в морозилку. Думаю, попробую я еще по-другому. Растопила я тоже белый шоколад, но добавила в него уже сливочное масло. И решила, что буду делать я вручную, так сказать, этот велюр. Смотрите, достала я обратно торт этот с морозилки. Так как у меня, вы видите, он уже весь горбатый из-за предыдущих потеков шоколада, которые я не хотела снимать уже. Это все равно будет вкусно и кушать нам. А торт у меня все равно для эксперимента. Заливаю я своим шоколадом опять, только уже со сливочным маслом, свой тортик. Дожидаюсь, пока начнет схватываться масло. Ну, либо шоколад, что из них первое схватывается. В общем, то, что чуть-чуть начнет схватываться. Взяла новую губку и начала вот так вот по тортику, прижимая и отставляя резко губку, делать вот такие вот шипы. Я не могу сказать, что получится идеальный велюр, мелкий, такой, как можно получить с помощью краскопульта. Но как вариант шоколадного покрытия, я думаю, в принципе, может существовать. Тортик немножечко получился горбатый, но из-за того, что у меня вот эти вот потеки были внизу. То есть слой бы лег намного ровнее, если бы у меня этих потеков нигде не было. Вы видите, я прижимаю и отрываю. Если вдруг я хочу сделать, добавить немножечко, я потом макала просто губочку и добавляла немножко в нужных местах. И получалась вот такая вот шероховатая поверхность. Возможно, где-то в каком-то декоре оно вам пригодится. Возможно, где-то кто-то не любит глазурь, либо мастику, либо крем. Захочет шоколад, а у вас нет краскопульта под рукой. То есть можно сделать что-то вот такое вот. Я надеюсь, мой опыт был для вас полезен. Хочу сказать, что замены все же краскопульту нет. Можно сделать что-то похожее, но не такое, как у вас бы получилось с краскопультом. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok